Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей, с вами Бутылкус и его Raspberry Pi. Сегодня будем продолжать веселиться, как я в предыдущем ролике сказал, немножечко поиграемся с реле. В данном случае 8-канальный модуль, то есть всего 8 релюх, которые могут управлять какими-то отдельными устройствами. Ну и соответственно аж целый десяток проводов, друзья мои, которые сейчас мне предстоит подключить. Собственно подключаем. Вот так вот выглядит страшновато, но на деле все не так кошмарно и жутковато, как кажется. Все очень и очень просто. Плюсовой. Вот красный провод. Плюс 5 вольт. Черный провод с другой стороны подключен к первому выводу. Это земля. И соответственно 8 управляющих контактов, которые подключены к пинам. К пинам. 2, 3, 4, 14, по-моему 15, 18 и так далее. Что-то у меня плазма падать начала. Пхо-пхо-пхо. Чтобы это значило. Ну-ка давайте. Гимп точно не уронит плазму. Вот. Значит. Второй, третий, четвертый, 14, 15, 18 и 17 и 27. Это я сто пудов знаю. Программу я написал очень простенькую, которая будет фигарить подряд. Я даже проверять ее не буду. Она просто подряд запускает следующий скрипт. Включает на первом пине. Выключает. Включает. Выключает. Включает. Выключает. И так по очереди столько, сколько мы ее попросим. Ну что, давайте протестируем. Эти две на самом деле у меня таких платы. Я заказывал специально для умного дома. Потом понял, что вообще-то надо бы, наверное, брать по 2 и по 4. Максимум. Потому что это гораздо удобнее. Вот почему. 8 устройств в одной комнате даже весьма проблематично найти. В большинстве случаев придется подключать, ну, 2, может быть, максимум 3 розетки. Понимаете, да? 3. Давайте с этой стороны. 3. И, соответственно, люстра. Если она на одном канале, то есть на одном выключателе, то 4. Или, если, скажем, 2 выключателя у люстры, то 5. Это предел. В конце концов, без одной розетки можно будет обойтись. Поэтому максимум 4 релюхи будет задействовано. Что делать вот с этой частью? Ну, блин, вот непонятно. Но, ладно. Как-нибудь разводку проводки по квартире, в принципе, провернуть можно. Что-нибудь да выдумаем. Давайте перейдем к Raspberry Pi. Переходим в PyProjects, которую я создавал. И запускаем скрипт 0.1. Как он там назывался? Реле. Программа теста восьмиканального модуля реле. Каждый реле включается по очереди собственного. Давайте в 5 проходов. И поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Отлично. Я думаю, вам хорошо слышно, как щелкает реле. И так это работает. Теперь я вообще писал программу для того, чтобы протестировать помпу, которая у меня тоже есть, между прочим. Вот это помпа! Не видно опять вам. Я тут немножко перенес себе рабочее пространство, чтобы вам было поудобнее. Да и мне, в общем-то, тоже. Помпа. Самая обычная помпа для воды, которая всасывает. Всасывает через один патрубок и высасывает через другой. В общем-то и все. Брал я ее для того, чтобы сделать внешние фильтры для аквариума. Ну, собственно, умный дом. Татьяна тестировался в том числе на двух аквариумах. Проработал три месяца. Все великолепно. На четырехканальном модуле реле. Ну, а мы сейчас подключим к какому-нибудь помпу. Можно, собственно, вот прям в процессе, конечно, и этой программы, работы этой программы протестировать. Но так неинтересно. Поэтому давайте немножко сделаем программу все-таки отдельную. Я ее тоже вот уже наваял. Вот она, она. Собственно, включить и выключить. Какой у нас тут? Двадцать первый. Двадцать первый пин. А задействован ли у нас он здесь? Давайте посмотрим. Не задействован. Ну, давайте переведем его на какой-нибудь... Да на второй. Чего вот тоже изобретать велосипед, что называется? На второй. На второй. И теперь я сейчас прикручу помпу к релюшке и подключу к 12-ти вольтовому выводу моего пауэрбанка с помощью вот такой вот фигни. Да, колхоз, но, к сожалению, у меня пока нет бредборд. Но они уже в пути. Они уже в пути. И скоро у меня бредборды будут, друзья мои. Так что... Так что все будет отлично. Итак, подключаю. Ну и для юных, еще не совсем матерых, электронщиков и электриков, напоминаю, реле и выключатели вставляются в разрыв одного конкретного провода. В нашем случае это плюсовой. В нормально разомкнутый контакт, то есть по умолчанию выключен. Всего реле имеет три контакта. Вход и два выхода. Один из них включен по умолчанию, а другой выключен. И, соответственно, когда срабатывает электромагнит по сигналу, они меняются местами, условно. То есть тот, который был включен нормально, выключается. А тот, который был нормально выключен, наоборот, включается. Я сделал так, что по умолчанию помпа должна быть выключена. Все запитано. Давайте. О! Каша сварилась. Отличный повод отметить. Запускаем программку не реле, а помпа. Итак. Программа помпа включается и выключается по команде. Собственно, сейчас все выключено. Давайте включим. Что это я в самом деле? Все время забываю перенастроить себе цифровую клавиатуру. Она у меня управляет камерой. Ох, вот это звук! Ядреный корень. И она так плавно едет. Медленно по столу ползет. Жесть какая. Ух, и вибрирует. Вау! Так, сосеть. Ой. Ё-моё, сосет. Моя помпа сосет. Достаточно мощная. 20, по-моему, литров в час. Что-то такое. Ну, понятно, что помпочка микроскопическая. Но это более чем достаточно для того, чтобы фильтровать несколько раз в день всю воду в 100 литровом аквариуме. То есть не несколько раз, а, собственно, если посчитать, блин, то ровно 5 раз в сутки. Правда, с таким звуком, конечно, это перебор. На самом деле нет. Это в SOS работает с такой скоростью. И поскольку там сейчас помпа сухая. Так, давай-ка выключимся. Опа, отлично. И тишина, как видите. Все просто, все элементарно, красиво. Можно привязать и кнопочку. То есть нажали на кнопочку. Также через GPIO. Нажали на кнопочку. И помпа включилась. Нажали на кнопочку. Помпа выключилась. Можно привязать инфракрасный пульт. Можно также программно только через веб-интерфейс. Вот он, умный дом, друзья мои. Вот вам готовая система управления помпой в аквариуме. Поскольку у нас уже подключена релюха. Например, подключаем на 2, 3, 4, 5, 10, насколько угодно реле. Можно подключить освещение аквариума. Ну или какие-то другие устройства, какие вам нужны. Скажем, подавать на GPIO с терморезистора сигнал. Пусть он определяет нам температуру воды. И по температуре воды, также через реле, включается по сигналу. Опять же, от датчика температурного включается. Например, ну, я не знаю, с 7-го реле включается нагреватель. Войнот, как говорится. Как видите, все очень просто, все быстро делается. Основная проблема, ну, так слегка, наверное, подразобраться в питоне. Потому что какие-то более серьезные вещи, допустим, тот же полноценный умный дом, сделать на самом деле не так уж и просто. Однако, однако. Опа. Спасибо за пользование программой. Спасибо за то, что посмотрели данный ролик. Как видите, ничего сложного нет. В одном архиве ссылочка в описании. Все исходные коды можете посмотреть. Попробовать самостоятельно, немножечко похимичить. Подойдет абсолютно к любому модулю реле. Главное, не протупите с цикалевкой. Смотрите сами, как оно вообще вам будет удобнее. Ну и, разумеется, программа сработает на любой Raspberry Pi. От первой версии до третьей. Может быть, четвертой, если вы смотрите этот ролик в каком-нибудь 100500 году. Соответственно, вот так. Подписывайтесь на канал, друзья мои, и вступайте в группу ВКонтакте. Особенно буду рад не то, чтобы матерым, но хотя бы и никейщикам-пхпшникам. Чтобы была возможность побыстрее и вместе коллективными усилиями создать такие, наконец, уже полноценные веб-интерфейсы для умного дома. Потому что тот, который есть, он страшноват все-таки, согласитесь. Хотя вы его не видели, его видел только Александр Шнуров. Но он реально страшноват. Я к нему припаивал авторизацию. Ну, это ужасно. Это ужасно. Хотя, хотя... Хотя это все отработало. Три месяца в режиме тестовом. Все это прекрасно работало. Но, тем не менее. В следующем ролике все будет еще интереснее. Давайте уже попробуем, наконец, привязать кнопочку. И поиграть, например, все этой же релюшкой. Но уже на этот раз включим люстру поочередно с помощью одной кнопки. Согласитесь, это интересно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok